ГОМЕЛЬ Сегодня православные означают чистый час вир. Аллергия? Что это за напасть и как с ее измогаться? Расскажут гости интерактивной программы «Добрый вечер, Гомель». А зараз об этом и иншим больше подробязно. Господарки 5 районов Гомельской области приступили до посадки бульбы. Темпы опереживают минулогодние у двоя. Работы выполнены на 140 гектарах. Это, прикладно, 2% от плана. Усяго под бульбу селит одвали больше, как 6,5 тысяч гектаров. Сконшить посадку плануют до 12 мая. Здымочная группа телеканала «Мазыра» цанила масштабы сельских господарших работ в районе. До конца тыдня это поле будет салком засаджено бульбой. Усяго господарцы Козенки Агра по другий хлеб выделили 85 гектаров. Объемы меньше леташних. А вот урожай плануют отримать больше. Саджают, строго выполняючи, усеть технологичные процессы. Температура почвы на данный момент составляет 10 градусов у меня. В принципе, то, что нужно по учету технологии выращивания картофеля. Надеемся на урожай в районе 280-370 гектаров на данном поле. Как завершится посадка бульбы, будет даден и старт кукурузе. На Мазырских полях эта культура замоцовалась отрывала. Але селета у ЯЕС явится сельгаз-конкурент – сорга. Эта культура теплолюбивая, устойливая, даст пякоты и засухи. В этом году будем экспериментировать с сорга сахарная. Около 50 гектаров экспериментально посеем. Культура похожая на кукурузу, если так не вдаваться в подробности, в которой содержание сахаров в раза три больше, чем в обычной кукурузе нашей. На корм скоту, в перемешку, чтобы получить больше надея и привез. Те завоюя поле Мазыршины и сердце агрария у сорга – питание часу. Але и без экзотичной культуры тут спадзяются на выдатный ураджай. Разлишваюць быть у лидерах. Дареч, район улику перших рапортовал об заканчении сяубы ранних яровых. Светлана Грудько, Юрий Горобец, телеканал «Мазыр» специально для телерадиокомпании «Гомель». Самая великая в Украине фотоэлектричная станция, которая находится в Брагинском районе, различена на выпрацовку 18,5 мегаватт за одну годину. Инвесторы не здарма выбрали для размещения солнечных панелей у миновитых этот регион. Светловый день у Брагине на 23 хвилины, да уже и чем, например, у «Гомеля». Укладенное обдаунество станции 25 миллионов евро повинны окупиться максимум проспять годов. На жаль, прогноз на дворе не обяться энергетикам саденечения. У пахмурные дни могутности солнечной станции снижаются от 15 до 30%. Наши корреспонденты отримали допуск на закрытый для інших объект. Рашение обудаунества самой буйной у Беларуси солнечной фотоэлектричной станции, миновита на Брагиншине, прымалось не выпадково. Тут самая великая в Украине, колька сонечных дзен. А прочатаго у районе шмат свободных площадь. Еще год тому на этом месте калевевские соболи находились выведенные сева с вороту земли, былы колгасный сад и рештки господарших побудов. Будовничные работы заняли усяго три месяцы. Отриманной на солнечной станции электроэнергии хапает для забеспечения Хойницкого, Брагинского, Лоевского и Шастково-Решевского районов. Правда, объемы, которые поставляются в агульную сетку, значно залежат от часу суток. На данный момент станция вырабатывает 12 мегаватт. Она рассчитана на 18, то есть, когда солнце зените, вырабатывается 18,5 мегаватт. Пасмурные дни в среднем выработка от 4 до 6 мегаватт. Агульная площа Брагинской солнечной электростанции перевышает 40 гектаров. Гэта звыш 40 футбольных палев. Бадай адзины, больш-меньш значные складанности у эксплуатации узникают зимой, калей утварается слой леду. Але на гэта выпадок специально для беларускага климату распроцовщики придумали оригинальные простасаванні для очистки панелел. Дарыши, минулый зимой на станции было шмат птушек и зайцов. У морозы под панелями больше тепла. Борозьбы с ними не вяли. Пашкодзять птушки ничего не могут. Фотоэлектростанция у Воголя. Конструкция достатково нескладанная, але надзейная. До того ж, я ее эксплуатация потребует самых минимальных затрат. Единственные затраты были на закупку оборудования и на ее монтаж. Сейчас на обслуживание станции тратится минимум денег, потому что никаких затрат. То есть газ не нужен, уголь не нужен, нефть. Только солнце и природа, возобновляемые источники. Сегодня у Гомеля вызначили первоможца областного этапа конкурса «Наставник года». У вересня яны не просто проставят наш регион у республиканским финале у Минску, але позмагаются за первое место. Шансы претендентов оценили наши журналисты. Это, правда, жесткий отбор. 114 педагогов на заводшинном этапе, 32 на районном и 24 на областном. В финале в область представить 8 человек. При этом конкурсантам необходимо продемонстрировать не только свое профессийное мастерство и володание сучасными методиками выкладания, але и креативность. Как затекать своим предметом сучасную молодь, без такой якости, как артистизм сучасному наставнику, не обыстися. «Сегодня есть проблема, что учащиеся приходят на уроки, им скучно, им неинтересно. И они оценивают урок как очередную картинку ВКонтакте. И я хочу, чтобы эта картинка, которая мелькает на уроках, она была яркой, интересной, и чтобы они почувствовали участниками этой картинки. Поэтому, естественно, артистизм». Впрацена «Стауника Лёха» не была ни Коли, а Лизары стать лепшим, особливо складана. Ни для кого не сакрет сучасная молодь, друкованным выданием уже не так текавится, як их попередники. Навод, коли гэта тычится классичных твору, перавага часто интернет-версия. Профессионализм наставника у тым, каб не просто провести урок, але и на протяглый час затекавить своим предметам, як мага большую колькость школьников. «Я приучаю своих учащихся увлекаться литературой, жить в ней. Многие из них являются победителями, участниками различных литературных конкурсов. Мы вместе с ними идем к сотворчеству, составляем различные проекты, сочиняем произведения». Уявление инициативных и метанакерованных наставника у развития их творчиха потенциалу и поддержка инновационных технологий у Галине педагогики – головная задача конкурса «Настауник года» николи не изменяются. Иншая справа, что примусить до активной деянности педагога, учасом бывает непросто. Сегодня у Гомельской области 24 наставника методистах. Это самая высокая категория у профессии. Управданной с иншими регионами личба не дренная, али ориентиров могло бы быть значно больше. «Умеют достигать своих целей, готовят хорошо своих учеников, имеют конкретные высокие результаты, но, может быть, иногда и скромность не позволяет им продвинуться вперед, или в какой-то степени, может быть, и наши руководители не умеют правильно поддержать таких талантливых людей». Финал республиканского конкурса «Настауник года» пройдет в Вересне у Минску. Для финалистов это не просто профессиональный испыт, али и поддержка уластного авторитета. Ранее я нечакалят своих выхованцев золотых медалей, а теперь сами повинны вернуться с дипломами, як минимум первые ступени. Тем более, что профессионализм наставника у Гомельщины заусюду был на высоком узровне. Навод, звание народного наставника Советского Союза номер один у свой час отрымала представница нашего региона. «Любила детей разных, и тех, кто хорошо учился, и тех, кто посредственно, и тех, кто плохой был считался. Я могла найти общий язык со всеми». Олег Сентюроу, Ганна Ковалева, Игорь Марышченко, Телерадо Кампания, Гомель. Сегодня православные верники означают «Чистый чатвер». У гэты день вспоминают одну з найважнейших евангельских падзей – «Тайную вечеру». На ее Иисус Христос обмыл ноги своим вушням, показавши приклад братской любови и покоры. З Великого четверга и до недели во всех православных храмах церковные службы присвячаются успаминам об зямных покутах Збавителя. Головной задачей у гэты день з'является очищение тела и души. Робят и уборку в доме. Минавито учистый чатвер починают рыхтоваться до Великого дня. Зранецы госпадыня рыхтуют тесто, а в вечере необходимо прочитать молитву и приступить до выпечки. С гэтым связана народная поверья. Накольки смачным и пышным отримается приготовленный ласунок, настолько легким и радостным станет год. И опошняя информация о выпуске. Алергия – что это за напасти, как зью измагаться? Про гэта подзяговорка у чергового выпуска интерактивного проекта «Добрый вечер, Гомель». У прямым эфиры компетентные специалисты расскажут про разные виды аллергичных реакций. Симптомы полинозу дадут парады по профилактике целячинь и захворывания. Які аллергиины? Найболь шкодасны и кому варта неоткладна сдать пробу на аллергию? А так само чому так важно заховывать чистюню дома? Про гэта и иншы глядзите у вечернем эфиры «Беларусь 4» сёння у 20.40. Гэта и иншы новины вы можете знайсти на нашем сайте. У интернете по адресе www.tvrgomel.by. Далее у эфиры «Спортивный агляд» с новинами спорту познайомить Максим Савин. Редактор субтитров А.Семкин